Говорит Черкесск В студии с вестями Республики Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. На реке Малозеренчук в Аулиаде-Гехабеле продолжаются работы по капитальному ремонту дамбы. На развитие молодежной политики Карачао-Чекесия получит более 57 миллионов рублей. В течение четырех дней на площадке региональной общественной приемной партии «Единая Россия» пройдет прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. И порядка двух десятков школ республики оснащены современным цифровым оборудованием в целях реализации информационных технологий в образовательном процессе. Далее подробности. Руководитель региона Рашид Тимрезов принял участие в заседании межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО под председательством полномочного представителя президента России в округе Юрия Чайки. По словам Полпреда, эта тема является для Северного Кавказа крайне актуальной. Однако без системного и комплексного подхода к данным вопросам работа всех заинтересованных ведомств будет неэффективной. В ходе заседания положительно была отмечена динамика роста самозанятых граждан в округе, количество которых выросло в сравнении с началом года в 2,9 раза. В частности, благодаря широкому спектру мер в Карачао-Чикесе снизился уровень регистрируемой безработицы и коэффициент напряженности на рынке труда. В регионе с начала года трудоустроено свыше 5 тысяч человек, ранее считавшихся безработными. Ведется и работа по поддержке малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. В рамках проекта Народного фронта «Все для победы» запущен региональный сбор, чтобы поддержать бойцов из Карачао-Чикеси на передовой. Все будет доставлено и передано нашим защитникам, мобилизованным для выполнения задач специальной военной операции. Информацию комментирует член регионального штаба Народного фронта в Карачао-Чикесе Денис Струговцов. Всю информацию про сбор жители республики смогут найти в наших социальных сетях и, конечно же, от нас, если обратятся. Можем сказать, что жители нашей республики активно отвлекались и раньше на сборы для жителей и милиции Донбасса. А сейчас, когда речь идет про ребят из Карачао-Чикесии, про наших земляков, мы думаем, откликнется еще больше людей. Уже есть первые организации и просто жители, которые внесли посильную помощь. Пункт приема гуманитарной помощи для жителей четырех новых российских регионов и военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, открылся и в Карачаевске. Он расположен на базе Центра культурного развития имени Каисына Кулиева, рассказывает начальник отдела культуры Карачаевского городского округа Шамиль Хубиев. Очень много неравнодушных жителей откликнулись на открытие приема и со вчерашнего дня начали сюда приносить. Первыми это были представители флоры Кавказа, которые находятся на территории Карачаевского городского округа. Это Уздинов Карбий, директор магазина стройматериалы в городе Карачаевске. И как вы сами видите, что и сейчас люди приходят, узнают, интересуются, что можно принести, когда, в каком количестве. С целью оперативного решения вопросов участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей по поручению председателя Следственного комитета России в Следственном управлении по Карачаево-Черкесе начала работу прямая телефонная линия 8 800 222 09 28, которая работает в круглосуточном режиме. Единая телефонная линия позволит мобилизованным гражданам, а также их семьям в оперативном режиме получать консультацию и содействие в защите их прав и решении возникающих вопросов. Ряд региональных предприятий по пошиву текстиля временно переквалифицировал работу и начал заниматься пошивом одежды для мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции. Например, фирма «Марсали», которая раньше занималась пошивом постельного белья и трикотажных изделий для детей и взрослых, получила заказ от Министерства промышленности и торгово-промышленной палаты Карачаева-Черкесии, и теперь она производит спецодежду. Предприятие на безвозмездной основе уже направило нашим военнослужащим теплые шапки собственного производства. Вся остальная продукция, которая отшивается, будет реализована по сниженной цене. Кроме того, предприниматель республики Замир Хапсироков после обращения регионального правительства перепрофилировала свой цех на пошив шапок и балаклав для наших ребят, принимающих участие в специальной военной операции. С 31 октября по 3 ноября на площадке региональной общественной приемной партии «Единая Россия» пройдет неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Обращения жителей республики рассмотрят депутаты всех уровней, а также представители профильных ведомств и организации Карачаев-Черкесии. Приемы граждан будут проходить ежедневно с 10 до 13 часов по адресу Черкесск, Ленина, 154. Записаться на тематический прием и задать вопрос можно по телефону 8 878 2 20 12 12 и 20 01 11. По результатам всероссийского конкурса «Регион для молодых», который проводило Федеральное агентство Росмолодежь, 42 субъекта страны получат субсидии на развитие молодежной политики. В числе победителей Карачаева-Черкесия, которая получит на развитие молодежной политики более 57 миллионов рублей. В этом году на конкурс заявился 51 субъект. Оценивала инициативы экспертная комиссия, представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, специалисты по связям с общественностью и топ-менеджеры медиасреды. Программа продлится еще один год, поэтому общая сумма субсидий выросла на 5 миллиардов рублей. Соответственно, таким образом, 15 миллиардов рублей было выделено Росмолодежи из федерального бюджета для развития молодежной политики в регионах на 2023-2025 годы, то есть по 5 миллиардов рублей ежегодно. Продолжаются работы по капитальному ремонту дамбы на реке Малый Зеленчук. Работы ведутся в ауле Адыгихабле на берегоукрепительной дамбе протяженностью 2450 метров. Ремонт позволит защитить порядка 500 человек, их домовладений и приусадебных участках от подтоплений. Общая площадь территории затопления составляет более 50 гектаров. В зоне возможного подтопления также расположены объекты инфраструктуры населенного пункта. В общей сложности проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей. Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Ишкакон в селе Джага. В июле текущего года досрочно завершены работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Тибердав-Карачаевский. Напомним, ранее досрочно были завершены работы по строительству берегоукрепительных сооружений вдоль реки Уруп в Преградной и реконструкция дамбы реки Тибердав-Карачаевский. Всего с 2012 года в республике построено и отремонтировано порядка четырех десятков дамб. В целях реализации информационных технологий в образовательном процессе в этом году 18 школ Карачаев-Чикесия оснащены современным цифровым оборудованием. 17 из них находятся в сельской местности. Реализуется проект в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. Всего с 2019 по 2022 годы современным цифровым оборудованием оснащены 153 образовательных организаций республики. До 2024 года еще 33 образовательные организации будут охвачены данным проектом, что позволит обеспечить современной цифровой техникой все региональные школы. Порядка 50 человек примут участие в создании нового туристического маршрута в рамках первого передвижного форума «Кавказ.Дом», который пройдет на территории Карачаева-Чикесии с 28 октября по 1 ноября при поддержке Министерства туризма и курортов республики. Спикерами площадки выступят проректор по молодежной политике Карачаева-Чикесского госуниверситета Расул Динаев и руководитель туристического центра «Айланда Тур» Ибрагим Узденов. Подробности у Расула Динаева. Форум называется «Кавказ.Дом». Пройдет он как начало зарождения нового туристического маршрута у нас в республике, так называемого храмового маршрута, который мы сейчас разрабатываем. Он стартует от Шуанинского храма и идет до Сентинского храма. Протяженность более 20 километров у маршрута и разные варианты будут там. Пеший, автомобильный и конный. Сейчас мы разрабатываем пеший маршрут и в нем задействованы в этом проекте 40 участников. Это получается 4 команды по 10 человек, между которыми будут и различные спортивные состязания, и в том числе они будут помогать в благоустройстве этого маршрута. Планируются ночевки на плато Дардон и Бурош-Сарты в палаточном лагере. Будет небольшая образовательная программа. В целом будет посвящена теме туризма в нашем регионе. Как мы уже сообщали, на курорте Архиз проходит межоригинальный форум «Межкультурный диалог». Его участников, активную и творческую молодежь из Карача-Чрикесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи, поприветствовал министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати республики Альберт Кумуков. Он отметил важность мероприятия и пожелал ребятам успешно защитить свои проекты. В рамках форума уже прошло пленарное заседание «Диалог культур и развитие сотрудничества», участниками которого стали представители правительства Карача-Чрикесии, Кабардино-Балкарии, духовенства и молодежь. Кроме того, в программе форума «Круглый стол. Профилактика экстремизма в молодежной среде», основными темами которого станут особенности саморегуляции экстремистских установок в молодежной среде и роль вуза в обеспечении межкультурного диалога. Завершится межкультурный диалог 28 ноября защитой проектов участников и награждением победителей. Учитель музыки Псоучитахской школы Дана Хомукова представила регион на масштабном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие стало ключевым в рамках Большой учительской недели. В ходе концерта состоялась и церемония награждения лауреатов конкурсов профессионального мастерства для педагогов. Дана исполнила песню вместе с Родионом Газмановым. Зрители также увидели выступление победительницы Всероссийского конкурса «Большая перемена» Елизаветы Долженковой и лауреата премии президента России финалиста шоу «Голос» Олега Акуратова. В рамках седьмого межрегионального фестиваля адыга-абхазских театров «Наш Кавказский меловой круг», стартовавшего в Майкопе, Черекесский драматический театр имени Мухарбека Акова представит спектакль «Маменькин сынок» драматурга из Карачаева, Чекеси, Зураба Бикмурзова в постановке режиссера из Кабардино-Балкарии Анзора Имкужева. Рассказывает автор спектакля Зураб Бимурзов. Такие большие фестивали – это не просто очередной повод выйти на сцену и показать себя, но и возможность поделиться опытом как драматургам, режиссёрам, так и актёрам. То, что спектакль вышел на межрегиональный уровень – это большая заслуга режиссёра и самого театра актёров, нежели моя. Я желаю успешного показа и немного жалею, конечно, что сам не смогу там присутствовать, но это не самое главное. Ну и последняя информация. Студенты республики приняли участие в спортивном турнире, посвящённом столетию Карачаева, Чекеси. Более пяти десятков юношей и девушек попробовали свои силы в командном трейл-раннинге. Это бег по природному рельефу. Первыми до вершины дошли студент Международного открытого колледжа современного управления имени Абрекова Абрекова Расул Узденов и Альбина Татаркулова из гимназии номер 4. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Чекесии ожидается облачное испрояснение погода, местами дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днём в горах порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, в горах местами плюс 2-7. В Черкесске небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, столбик террометра поднимется до отметки плюс 12. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова.